Девушки отдыхают Но все же Прежде чем перейти к Китаю Очень короткое еще вступление Мы вот сегодня Попадаем между двумя праздниками Это не такие праздники Как 4 июля Но я все-таки на них ваше внимание обращу Вчера был праздник В Северной Ирландии В Ольстере Так называется 12 Там празднуется годовщина ее битвы Определенной Но я не буду сейчас углубляться в историю Можете посмотреть И хотя у него и религиозные И исторические и прочие корни Но он уже просто праздник Северной Ирландии Вы знаете о моей большой симпатии К Ольстеру и к Северной Ирландии Ну Ольстер они сами любят себя так называть И поэтому Я полагаю что праздник этот Все мы можем тоже вспомнить с вами И поздравить наших друзей А у нас друзья есть в Ольстере Тем более что Ольстерская община Хоть ее любят демонизировать Она очень доброжелательная Очень хорошо настроена Не вся конечно же Но в большинстве своем К Израилю и к Соединенным Штатам И более того Во многом Соединенные Штаты Создавались как раз Выходцами оттуда По крайней мере такие черты характера Как индивидуализм Готовность Сражаться за свое И умение выживать В самых неожиданных условиях Враждебных Это Ольстерцы И люди с Ольстерскими корнями Вы их найдете В американской истории В культуре Абсолютно где угодно Будущий Следующий год у нас Столетие Северной Ирландии Поэтому Я к этой теме буду возвращаться Но пока просто Поздравим еще раз Ольстерцев Люди повторяют Замечательные И их кстати говоря Девиз No Surrender Он я думаю Актуален На сегодняшний день Для всех нас Так что Ольстер С 12 июля И завтра Во Франции Национальный праздник Французская революция Это не столь Радостное явление Как революция американская Да и вообще О Франции Последних лет Ну с трудом Можно сказать Что-то положительное Но тем не менее Страна все-таки Дала нам Таквиля И ревеля Прежде всего И в культуре И сыграла Мировой тоже роль Это далеко не последнюю Да и кстати говоря И Америке тоже помогала Не забываем Лафаэта Так что В этом плане Французов мы тоже Поздравим я думаю Ну заранее Вроде не принято Но поздравим их завтра Так что Ольстерцев Уже поздравили Французов Поздравим завтра И вспомним тех лучших людей Которые во Франции Жили Надеюсь Живут и еще будут Ну а теперь Китай С Китаем Вообще В этом году Там все время Происходит что-то Нехорошее Но в этом году И подавно Так как Эпидемия оттуда И еще Под шумок Что называется Китайцы Предприняли Еще одно усилие Полностью Подчинить Себе Гонконг Если помните В прошлом По моему Году Мы уже Говорили Как раз О Тогда Была попытка Принять закон О выдаче Подозреваемых В тех или иных Преступлениях Из Гонконга И из-за этого Были демонстрации А сейчас Речь идет О законе По Безопасности И Согласно Этому Закону Целый ряд Свобод Которые Были У жителей Гонконга Он так иначе Стирается И Любые Почти Действия Нацеленные Против Коммунистического Правительства В Пекине Или критика В Пекине Все это легко Может Истолковываться Как терроризм Все это легко Может истолковываться Как связи С иностранными С другими странами И так далее И тому подобное Поэтому Естественно Многие Видят в этом Желание Пользуясь Неразберихой В мире А и Вирус Появившийся Напомню Не без помощи Китайцев И Спровоцированные Левыми Беспорядки То Конечно же Для китайцев Это повод Время не терять И Гонконг Себе Подчинить Окончательно И всю эту Сказку Ну изначально Было понятно Что это сказка О том Что Две страны Одна система То есть Наоборот Одна страна Две системы Чтобы это все Ушло в прошлое Поэтому Отговорка моя Была на самом деле Не случайна Идея Что будут Эти две системы Работать Ну понятно Что это было Ненадолго Какая реакция Может быть У Запада Здесь Довольно таки Тяжело На самом деле Судить Но естественно Что Американцы Выступили Американские Представители Политики Американской С осуждением Помпео Да и Пенс Уже говорят О том Что Особый Экономический Статус Который Был у Гонконга Теперь Будет Отменен И что Естественно Только Китай Нарушает Все что Только можно Нарушить Такими Действиями В Соединенном Королевстве Стараются Упростить Процедуру Для Жителей Гонконга Которые Хотят Переехать В Британию И кстати Опять Вспоминаем Ольстер Североирландцы Едва ли Не самые Большие Патриоты Лоялисты Естественно Североирландские В Соединенном Королевстве И они Говорят Что Хотя у них К эмиграции И с исламских Стран Отношения Соответствующие Но из Гонконга Они говорят Пожалуйста Будем рады Люди Которые На своих Демонстрациях Выходят С американскими И с британскими Флагами А вы знаете Демонстрантов Гонконга Именно с такими Мы будем Только рады Поэтому Пожалуйста Приезжайте В Северную Ирландию Будете Помогать Нам Поднимать Экономику И так далее И тому подобное Ну посмотрим Что из всего Этого получится Тем не менее Естественно Предпринимать Серьезные Какие-то Действия По спасению Гонконга Но Сами понимаете Это довольно-таки Сложно Так как Да Можно Прибегать К экономическим Каким-то Методом Давления Можно Осуждать И так далее И тому подобное Но Признаемся честно Гонконг Он Потерян Да Это неприятно Но Воевать Из-за Гонконга Смысла Нет Признаемся честно Даже если нам Очень того Хотелось И поэтому Проще Действительно Экономические Какие-то Усилить Методы давления На Китай Ну и То о чем Я всякий раз Повторяю Когда заходит Китай речь И повторю еще раз Почему нет Конечно же Усиливать Вот этот Треугольник Япония Южная Корея Тайвань Там свои Конечно Есть подводные Камни Но Тем не менее Сила Вот этих Трех стран И Ощущение Того Что Америка Рядом Но При этом Присутствие Американской Все-таки По возможности Там тоже Сократить Но И повторяю Еще раз Сократить Не значит От него Отказаться Не значит Отказаться От маневров И так далее И тому подобное Все это конечно Нужно Но Чтобы расходы Просто немного Сбить военные Это никогда Не помешает Так вот Усилия Вот этих Трех стран Они Очень сильно Помогут На Китай Давить и дальше Я знаю Что у многих Теперь Фамилия Болтона Вызывает Не очень хорошая Ассоциация Тем не менее Отринем его Отношение С Трампом В сторону И помним Что человек С богатым опытом Во внешней политике Так вот Совет Болтона Который он Не так давно Высказал Именно то Что Тайвань Уже нужно Признавать Официально К нему Стоит прислушаться Потому что Пока Администрация Президентов Свои Стратегии Работы с Китаем Эту возможность Не рассматривает А полагаю Дело тут даже Не в моем отношении К Болтону Это мое давнее мнение Что конечно же Сильный Тайвань И признание Тайвань Это Будет Шагом Очень сильным И позволит Немного Больше Даст Больше Простор Для маневра Американской Да и западной Политики Вообще Во всем регионе Знаете Когда этот Уже давным-давно Этот сегмент Задумывал И вообще Я хотел Там Еще Порассуждать Немного На один Исторический момент И я все-таки Себе В этом удовольствии Не откажу Потому что Когда Разыгралась Вся вот эта Вот история С вирусом И С Гонконгом Тоже То я Видел сам Многие Консервативные Авторы Они стали Называть Открытие Китая Ошибкой Никсона Так как Вы помните Что Ну Никсон Да он действительно Это сделал Никсон Кстати тоже Родом из Ольстера Что интересно Ну не напрямую Но тем не менее Потом Ольстер Так вот Никсон Ошибка его была Но не в том Что он открыл Китай На тот момент Наверное Это был Вариант Если не лучший То Объяснимый И понятный Когда Надо было Усиливать давление На Советский Союз И решать вопросы С Вьетнамской войной То да То что Никсон сделал Скрипя сердце Признаем Он более-менее Справился Ошибка Никсона Была в другом Что Он Полагал Что за второй Свой срок Он так или иначе Решит вопрос С Тайванем Ну а вы знаете Что получилось Из его второго срока И в дальнейшем Естественно Тайвань потерял Свою ведущую роль И все Перешло Признание Перешло к Китаю И Никсон Имел Вообще-то Возможность Свою ошибку Исправить Уже Восьмидесятые годы Но тогда Он был Целиком И полностью В плену Того Что называется Легаси Это то Что очень сильно Мешает американской Политике Вообще По моему мнению А именно Когда Не только по моему Президент Очень хочет Совершить Какой-то прорыв Внешнеполитический И готов Принести в жертву Очень много Чего А потом Еще изо всех сил Этот свой прорыв Защищает Так вот Когда Если бы В восемьдесят девятом Году После того Что было На площади Тянь-Аньмэн И так далее А Никсон Активно бы Осудил Китай И Сказал бы Что все Китаю Дали возможность Китай Себя не оправдал Поэтому То что я сделал Тогда Было необходимо А теперь давайте Что-то предпринимать То я не думаю Что Буш бы Его послушался У них были отношения Не очень хорошие Но по крайней мере Никсон Тоже игрок Опытный Сильный И Который мог Заглядывать Далеко вперед Не всегда У него это получалось Но мог Тем не менее Он бы Во многом На политику Повлиял На будущее Но Никсон Так был одержим Защитой Своего достижения Что Он тогда Ездил в Китай Там устроил Разнос Китайским лидерам Да именно так Добился Выдачи Как минимум Одного диссидента И снять Оцепление С американского посольства Но Главного Он не сделал А именно Он не обозначил Того Что надо Опять Возвращаться К Тайване Нет Он и после этого В своих книгах Продолжал писать Что Китай Нельзя С ним разрывать Отношения Нужно усиливать Экономическое Взаимодействие С Тайванем Надо Да Что-то там делать Но не признавать их И не рисковать Нашими отношениями И так далее Здесь Да Никсон Ошибся И на сегодняшний день Вот эту его Ошибку Исправлять Конечно же Надо Я понимаю Что это вызовет Целый ряд Своих сложностей Но Признаемся честно Китае На сегодняшний день Угроза очень серьезная И Если вы Рэй Не самый Повторяю Симпатичный Из тех Кого Трамп назначил Но Тут я думаю Мы ему поверим Директор ФБР Когда он говорит Что Сейчас Каждые Десять Где-то часов Те дела По контрразведке Которые Открываются ФБР Они связаны С Китаем Мы видим Что Китай Откровенно Ведет себя Как гангстер С Австралией Пытаются Ее себе Подчинить Едва ли не Больше Чем Гонконг И Австралийское Правительство К сожалению Даже нынешние Которые Номинально Консервативные Не особенно Может ему сопротивляться Поэтому Действительно Противостоять Нынешнему Китаю Может Вот Только Сильная Америка И не напрямую Даже А В чем-то Через своих Союзников Которых Я вам Уже назвал И не буду Повторять их В который раз Что нас Неминуемо Кстати говоря Возвращает К теме Выборов На Тайване Сейчас Про Тайвань Вам скажу Напряженно Пытаются Понять Кто им Выгоднее Как Многие Люди Которые Все-таки Читают Преимущественно Мейнстримную Прессу Трампа На Тайване Побаиваются И хотя Он Один из самых Про тайваньских Президентов Оказался Вне зависимости Что он там Говорил Кому И так далее Но тем не менее За время его президентства Отношения с Тайванем Укрепили Но На Тайване Полагают Что Трамп Непредсказуемый Поэтому Что он будет делать В свой второй срок Да еще не связанный Перевыборами Непонятно Но при этом На Тайване Гораздо Действительно Более давние связи С консерваторами И с республиканцами Поэтому Помпео И Пенса На Тайване Уважают И все-таки Склоняются к тому Что они будут Определять политику В гораздо большей степени Чем Какие-то там Собственные Симпатии Антипатии Президента Байдена На Тайване Не любят Кстати говоря Хотя Он Вроде как Первый И долгое время Едва ли не единственный Кто поздравил Цаин Вэнь С победой На последних выборах Хотя Он И в конце Семьдесятых Выступал За дружбу С Тайванем Но проблема В том Что между Семьдесят Девятым И Две Десять Девятым Байден Всегда Был Про китайским И анти Тайваньским То есть Нет Конечно же Он напрямую Не говорил Что Давайте Отдадим Тайвань Китаю Но Он Постоянно Повторял Что нужно Укреплять отношения С Китаем Тайваню Грозил Пальцем Что Вот Ай-яй-яй Не надо Провоцировать Китай И так далее И тому подобное И в этом плане Конечно же Хотя Повторяю И того И другого Президента Следующего На Тайвань Побаиваются С такой Чисто Азиатской Осторожностью Но Тем не менее Они видят Что Байден Будет Конечно же Для них Опаснее Потому что Да Какие-то там Демократы Могут Озвучивать Неодобре Симпатию К тованию Неодобрения Теми или иными Действиями Пекина Но В общем и целом Понятно Что У Демократов Связи С коммунистами Побольше Чем У Республиканской Администрации И В этом плане Если Мы Все Действительно Хотим Того Чтобы Китай Поставили На место И Чтобы Те Действия Которые Были Против Гонконга На данный Момент Они Были Наказаны Пусть Не в военном Плане Но В целом Ряд Других Каких-то Действий То Это Опять Возвращает Нас К Необходимости Того Что Второй Срок Президента Трампа Необходим Действительно Как И Большинство Республиканцев В Конгрессе Если Мы С вами Посмотрим На Австралию То Мой Любимый Телеведущий Один Пожалуй Любимый Да Эндрю Болт Его зовут Sky News Австралия Он Открытым Текстом Говорит Что Если Американцы Выберут Президента Маразматика Я его Дословно Цитирую Необессудь Если Кого-то Это Резануло То Австралии Конец Потому Что Только Америка Сильная Может Остановить Посягательство Китая На Австралию Через Разведку Через Влияние На политиков Через Экономическое Давление Китая Давно По этим Направлениям Австралию Давит Так вот Если Маразматик Байден Победит То По мнению Болта И многих Консервативных Австралийцев Австралия Будет Ну не знаю Можно ли Сказать Колонии Китая Это наверное Перебор Но то Что она Очень сильно Подпадет Под его Влияние Это безусловно Поэтому Как видите Выборы Действительно Имеют Последствия Это Ну Обама Фразу Любил Но Ничего не могу Сказать Он был прав В этом Так что Если Действия Гонко Китая По отношению Гонконгу И укрепления Китая И связи Кстати Китая И с Ираном И с Россией Надо Пресекать И что-то Здесь Предпринимать То Здесь Нужен Тот Союз Который Может Действительно Гарантировать Только сильная Консервативная Администрация Военный Союз Или какое-то Там еще Объединение Тайвана Южной Кореи Японии Примкнувших К ним Австралия Это Вполне Реально Я считаю Как бы он Не назывался Тем более Что определенные Соглашения Там между ними Уже имеются Но Байден И компания Боюсь Все В регионе Уничтожат И кончательно И мы А здесь уже Не только речь Об Америке А о всех Кто Сочувствует Свободе На Дальнем Востоке При Байдене Велика вероятность Что мы потеряем Австралию Так или иначе И Тайвань И кто знает Как себя поведет Япония Как и кстати Южная Корея И такая Катастрофа Может она и не случиться Конечно же Но рисковать не стоит А Байден В Белом Доме И демократы В Конгрессе Это увы Прямой шаг К тому Что Да Прямая дорога Прошу прощения И первый шаг К тому Что Подчинение Гонконга Подчинением Гонконга Китай Не ограничится Вот к сожалению Я заканчиваю Несколько мрачноватой ноте Но повторяю еще раз В ноябре Эту мрачноватую ноту Легко можно исправить Я ни в коем случае Не пытаюсь повлиять На выборы Поверьте мне Просто говорю свое мнение Здесь умолкну Если Сергей что-то добавит С удовольствием Передам ему слово Проблема не только С Гонконгом Вот в консультативном Документе Госдепартамента США Опубликованном В эти выходные На фоне все более Напряженных отношений Между должностными лицами В Вашингтоне И Пекине Агентство предупредило О произвольном Применении местных законов В иных целях Чем поддержание Правопорядка Агентство заявило Что правоприменение Может включать Аресты Задержания И запреты На выезд Которые ранее Использовали Чтобы не дать Американцам Покинуть страну И вернуться домой Несмотря на то Что они Не были официально Задержаны Или обвинены В совершении преступления Граждане США Могут быть задержаны Без доступа Консульским службам США Или информация О предполагаемом Преступлении Сказали в агентстве Граждане могут Подвергаться Длительным допросам И длительному задержанию По причинам Связанным С государственной Безопасности Сотрудники Службы безопасности Могут задерживать Или Депортировать Граждан США За отправку Личных электронных Сообщений С критикой Правительства КНР Вот так Кстати С Австралии Это уже Довольно давно Работает И премьер Австралии Уже предупреждал Даже австралийцев Туда не ездить В ближайшее время Поэтому Китай Он действительно Не остановится На одном И если вам Эта ситуация Напоминает Понимаете Это практически Захват заложников Американских Если вы вспомните Кто последний раз Так захватывал Заложников А это был Иран И что из этого Сделал демократ Картер То Выводы Я думаю Напрашивается Вполне Определенно Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Тоже хотела сказать Про Иран Аналогия Такая Но я вот что Хочу сказать По этому поводу Дело в том Что демократическая партия Абсолютно Завязана На Китае То есть Она кормится Вся эта верхушка Демократической партии Кормится Из рук Китайских Хоммунистов Даже Чита Клинтонов Байдены И многие Многие другие Поэтому Естественно Если этот Маразматик Зарвется до власти Естественно У нас будет Такая же ситуация Практически Как в Китае Потому что Там тоталитарные Государства И здесь Собирается Создать Такое же Тоталитарное Государство Потому что Социализм Это естественно Тоталитаризм Вот И у меня Вот вопрос Но не на эту Тему немножко Если можно Конечно Я как-то Давно уже Правда Посмотрела Один из блогов Игоря Понарина Видео Было такое И он говорит Там про какой-то Клуб Куанон И Называет Еще Движение Ку И Судя по Так сказать Контексту На мой взгляд Это Он говорил О О Глубинном Государстве О Обаме И Созданном им Глубинном Государстве В связи с тем Что вы живете В России И знаете Наверное Этого Понарина Не могли бы Объяснить Что он Имеет ввиду Все-таки Точно И Вообще Кто он такой Потому что С одной стороны Интересные мысли Ну Поддерживающие В общем-то Наше представление О том Что у нас Здесь проходит А с другой стороны Похоже Что он Такой Пропутинец Спасибо большое Спасибо вам Но Меня уже Помню Спрашивали Про Понарина И Я так понял Что этот человек Действительно Сильно Повязанный С Кремлем Но Как и часы Которые Показывают Вы знаете Правильное время Два раза в сутки Я допускаю Что время от времени Он может Говорить Разумно Но в целом Все-таки Надо быть с ним Поосторожнее И это явно Креатура Кремлевская Я этого не утверждаю Сужу Потому что Мне говорили Что касается Кьюанон Там какая-то Очень сложная ситуация Это Принято считать Что это Конспирологи У них там Очень много Разных Версий Заговоров И так далее Я если честно Не очень Все-таки Углубляюсь В конспирологическую Тематику Поэтому Извините Не буду Подробно Комментировать То в чем Все-таки Плохо Разбираюсь Ну а То что вы Сказали Про Демократов И Китай Здесь я согласен Давайте мы Сделаем перерыв Мы обязательно Примем ваши звонки Но только После того Как прослушаем Рекламные объявления И обязательно Иван постарается Ответить на ваши вопросы Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова Телефон Студии 847-400-5200 И пока нет звонков Давайте поговорим О письме Испуганных либералов Или примем звонок Сначала Давайте примем звонки А потом Давайте поговорим Добрый день Алло Добрый день Здравствуйте Иван Здравствуйте Здравствуйте А у меня такой вот У меня не вопрос А как вот ваше мнение Например У меня 100% На 1000% Уверен Что это Коронавирус Это детище Демократов Левых Американских И с китайскими Они поехали Сговорились И все Потому 4 года Они палки Трампа У колеса ставят Это их несговор А как ваше мнение Ну Я У меня такой уверенности Нет Но то что Демократы Это используют В своих интересах Это безусловно Все таки Понимаете Мне Надо быть Поосторожнее В своих Мнениях И высказываниях И Опираться Только на Подтвержденную Информацию Поэтому Я такой Возможности Отвергать Конечно не буду Ну и утверждать Не стану Китай Да Здесь явно Мы видим Что это они Придумали А уж Была ли у них Какая-то связь С товарищами Заслиной партии Пока нет Твердых доказательств Не буду Ничего Говорить Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте 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 Если не дай бог Нашим президентом Санит Байтон То не только Австралийцам Но и Южнокорейцам Японцам И даже Украинцам Не будет От этого Хорошо А вот Вы Иван Хорошо Разбираетесь В американской Истории И нынешней Обстановке В Америке Ставис Пожалуйста Многие люди Американцы Уже понимают О том Что За всеми Этим Погромами И снятиями Памятников Стоит Демпартия И Многие Желают Но Как-то У них Они Не в состоянии Будут Осудить Темпартию Если даже Они пойдут На выборы То я думаю Что выборы Ничему Единственное На что Мы можем Надеяться Выбрать Допустим В Нью-Йорке Трампа И все А так Местные Законодатели Полностью Во власти Демократов И не только В Нью-Йорке В Калифорнии В Чикаго И так далее Вот Что может Могут Сделать Простые Американцы Они Недовольны Вот Вчера Мы вышли На демонстрацию В поддержку Наших Полицейских В Нью-Йорке Вот И В противовес Нам стояли Тоже БЛММ Но сторонники Демократов И черных И так далее Что мы можем Поделать Сможем ли мы Подать суд На демократ Спасибо Да Спасибо вам Ну Я не могу Вам Какие-то Определенные Советы Давать В смысле Могу Только Общее А именно Голосуйте Следите За тем Чтобы те За кого вы Проголосовали Если они Побеждают Следовали Своим Обещаниям Все таки И Вот сейчас Будет Наверное Опасная Фраза Но С другой Сторон У вас Вторая Поправка Покупайте Оружие К сожалению С этим Не все Не все Обстоит Так Да Применять Нельзя Практически Для защиты Себя Своей Семьи Своих Родственников Полицию Демократы Мечтают Разогнать Или Во всяком Случае Сократить До Минимума Когда полиция Перестанет Реагировать На вызовы Звонки И так далее Что же Остается Делать Бедным Американцам Хороший Вопрос А вот В Сан-Луисе Помните Когда Адвокатская Пара Попыталась Ну Собственно Защитила Свой дом И себя Выйдя С оружием С винтовкой С пистолетом Значит Оружие У них Конфисковали По решению Прокурора И И ведется В отношении Них Расследование То есть То есть Люди Честного Виде Помните У нас даже Был выпуск То что Называется Анархотирания Когда Людей За Следований На самом деле Законом Арестовывают И лишают Прав А Люди Бандитов Погромщиков Оправдывают И даже Поощряют Мне конечно Очень не нравится Что это То что это происходит В Америке Но к сожалению Это происходит Причем Оружие у них Было законное Законно Приобретенное И владели Они им На законных Основаниях Мало того Там еще Есть закон State your ground То есть Они не должны Как в Чикаго У нас В Иллинойсе Ты должен Убежать Избежать Прежде чем Применить оружие Если уже Совсем Уперся в стену И над тобой Повис До моклов Меч Вот только В этом случае Ты можешь Применить оружие А вот В Мизури Там как раз Нет Там ты не должен Никуда убегать Ты защищаешь Свою собственность Себя Свою жизнь И бежать Не должен То есть Ты можешь Вполне Применить Так они Его не применили Они просто Вышли с ним Чтобы остановить Эту разъяренную Толпу И тем не менее В глазах Прокурора Который Готовится К перевыборам И наверное Учитывая Что Большинство Наверное Живущих Там избирателей Это Леворадикальные Отребия Которые Не любят оружие Не любят капитализм Поэтому Он ведет себя Таким образом Причем Это не первый случай Когда прокурор Занимает подобную Позицию Я еще Добавлю Ни одна Простите Но тут по другому Не скажешь Гнида Из журналистики Не написала Что это люди Защищались Потому что Если ради интереса Вы посмотрите На заголовки То их называют Исключительно Пара Наставившая Оружие На демонстрантов На мирных То есть Да Создается образ Что шли Мирные люди С шариками С цветочками И так далее Тут зачем-то Выскочила Супружеская пара И стала в них Тыкать оружие Давайте попробуем Не смутите Если вдуматься Потому что Сразу же Деформируется Представление Когда увидите Такой заголовок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Уважаемый Сергей И уважаемый Иван Это Марк Из Родайленда Здравствуйте Разрешите Если можно Задать Ивана вопрос По поводу Тайваня Слушаю вас Иван Нормально работают Экономические Госдепартаменты Это мешают Как бы Судить С другой С другой С другой стороны Если есть свобода слова Должна быть И независимость прессы То есть Это должно идти В одной упряжке Этого нет Если этого нет То значит Свобода слова Как такова И нарушается Поэтому Почему нельзя Их каким-то образом Все-таки Привести их В порядок Так сказать При помощи Юридической системы Объясните пожалуйста Я этого не понимаю Спасибо вам Вопрос на самом деле Не странный А замечательный Потому что Отцы основателей И первый Серьезный Толкователь Конституции Джозеф Стори Они указывали На то Что Конституция Не отдает Абсолютной Свободы слова А именно Отбирать У людей Доброе имя И создавать Заведомо Ложное представление Первая поправка Этого не позволяет И таким образом Все нарушения Все искажения Фактов Они должны Преследоваться Но вот Как только Все больше И больше Эта первая поправка Стала использоваться И либералами В своих целях И во многом Постарался Верховный суд Шестидесятых Годов Прежде всего Он Тут вот Уже Это утеряно А так Это право Вы совершенно Верно говорите Что таких журналистов Надо привлекать К суду И конституция Вообще-то Как она создавалась Она против них Добрый день Добрый день Спасибо за передачу Но мне кажется Что до тех пор Пока Это ООН И все европейские страны И весь Запад Не прекратит Агрессию Не ждите У них Им с Израилем Надо бороться Им надо Выносить Антиизраильские Резолюции Ну какая им Россия С Китаем Что вы Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Добрый день Здравствуйте У меня У меня таких Два замечания И хочется Комментария О вашего гостя Во-первых Я не знаю Заметили вы или нет Что опять же Все это Поле экспериментов Опять же Это дурки Там фигурируют Именно ее О управлении По гражданским правам Отправила недавно Письма Всем работникам Белого города Так и написано White В серии Эмпои Принять участие В так называемом Тренинге Прерывания Внутреннего Расового Превосходства И белизны Вы можете представить Что они Добровольно Принудительно Пригласили Служащих Белого города Так называемых Принять участие В тренинге Что Не мешает ли ему Превосходство В доступе К человечности Не мешает ли ему Превосходство Его белой кожи Причинять вред То есть Меньшинством И преподаватели Вот этого так называемого Тренинга Утверждают Что индивидуализм Как они называют Першекционизм Интеллектуализм Интеллектуализация Объективность Это все Навыки Которые Рождены С белой кожи Эти люди То есть могут Только этими навыками Обладать И они являются Вот этого Так сказать Остатками Интернационализированного Вот этого Системного В кавычках Я же опять же Говорю Расизма И должны быть Отпрошены в пользу Теперь Они Будут На федеральном уровне На этих тренингах Разрешать эти вопросы Это вот первый Реальный Такой факт И второй Небольшой Такое замечание Что Вашингтон Рэпскинс Футболкинс Они То есть Абвокаты Эксперты Коренных американцев Все время Давно критиковали Имя этой команды Рэпскинс Которую они называют Представляете Определенным Словаре Расовым Пятном И поэтому Вот на прошлой Неделе Более Знаете Там более Дюжины Лидеров Организации Так называемых Коренных народов Написали Главе Так называю Раджа Гудзил Требуя Немедленного Прекращения Использования Вашингтона Вот этой команды Этого Рэпскин Имени И Гудзил Оказывается Годами Так сказали В этой Заметке Вашингтон Выдавал вопросы Но ему никто Не отвечал По этой Расовой теме И еще Знаете Что самое страшное Да Вот яблочко Созрело Как мне Семья Подсказывает Гудзил А Вашингтон Знаете Что начали делать Разрывать связи С основаниями Вот этого Спорта То есть Оказывается Его делец Джош Пристон Маршал Он был Российством Он был Сегрег Как это По-русски Сегрег 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 Такое же Слово Да Да И он Переименовала И они Знаете Что Они Вычеркнули Его имя Из Кольца Славы И переименовав Знаете Что Вот это Вот Чаша В поле Для Вовсе Они его Переименовали Первого Черного Игрока Команды Бобби Митчелла Который Был Первым Черным Игроком Он Оказывается Заслужил Это место Место Основателя И Тот Кто Спонсировал Эту команду Представляете Что творится И все Это Проходит Вот Когда Мы Задаем Вопрос Что делать Действительно Спрашиваю А что делать Да Спасибо вам Ну к сожалению И то и другое Грустное Как минимум Что вы рассказали Насчет первого Я Два Комментария Сделаю На самом деле Когда Нам Начинают Рассказывать Что Индивидуализм Желание Преуспеть И так далее И тому подобное Что это Якобы Все Черты Белой Культуры Ну предположим Я бы не стал С этим спорить И другое дело Что это Хорошие Черты Во многом Кстати Связаны Опять С Ольстером Но не только Вы понимаете Люди Которые Это говорят Они врут Вообще-то Потому что Если вы Посмотрите И почитаете Тех Черных Авторов Кто Выступал За гражданские Права В 19 В 20 Веке То Фредерик Даглас Тот же самый Спорная Личность Но тем не менее Букер Вашингтон И прежде всего Мой любимый Джордж Скайлер Особенно Скайлер Как раз и подчеркивали Индивидуализм Независимость Все остальное Именно это Делает Черного Американца Достойным И Выдающимся Членом Общества Помните Даглас вообще Говорил Что просто Дайте возможность Черному Стать на ноги И если он Потом упадет Все Не трогайте Его Он не справился Значит так Вышло Скайлер Повторял Что Черный Американец Идеальный Консерватор Потому что Семья Желание Преуспеть Желание Доказать Что ты Лучше Ничуть не хуже А то и лучше Белых Это идеальные Качества Они помогают Преуспеть в обществе Они помогают Добиться Успеха И они помогают Быть патриотом Своей страны Но Видите То что делают Эти люди Они Извращают Идею Если вдуматься Черных Американцев Которые Добивались Равных Прав То есть Равные Права И то что Черные Американцы Такие же Достойные Жители Америки Как и белые Все остальные Это теперь Уничтожается А более того Если вы Посмотрите Опять на все Эти курсы Они ведь Не просто так Появляются Вы за них Платите Понимаете Все эти курсы Они ведь Там прокручиваются Очень большие Деньги И я очень сильно Сомневаюсь Что это деньги Частные Это деньги Городские То есть Это деньги Налогоплательщиков Вообще Иными словами Сейчас Средний Белый Американец Платит Налоги За то Чтобы его От него Отнимали Время Или у нее Кстати говоря Отнимали Время На этих Курсах И объясняли Что он Или она Расист И оскорбляли Последними Словами Людей Родителей И так далее И тому подобное Я имею ввиду Что если Все белые Плохие То это автоматическое Оскорбление Ваших Родителей Ну а Что касается Второй Часть Истории Со спортом Но Знаете Спорт Показал себя Вообще Профессиональный Таким Сборищем Трусов Что Все шутки О том Что Спортсмены Обделены умом Они здесь Уже Как-то даже И не слишком Уместны Потому что Умом Ладно Не зато Мы спортсменов Любим Но то что спортсмены Которые должны быть Физически Крепкие И так далее И тому подобное То что они Такие трусы И это не только В Америке В Великобритании Я смотрю То же самое И например Болельщики Тоттенхэма Клуб Лондонский У которого Очень давние связи С еврейской общиной Многие из них Теперь Отказываются Ходить Ну Когда будут Открыты стадионы Отказываются Покупать абонементы В будущем Потому что Спортсмены Выходят С надписью БЛМ А БЛМ Вы знаете Это антисемитская Организация И то что Спортсмены Так себя ведут Ну и их Боссы И так далее Это уже не глупость Это трусость Болельщики Оказываются Сильнее И смелее Эту кожу На демократы Разыгрывают Расовую карту А нынче Ситуация Экстраординарная Потому что Популярность Президента Трампа Среди Афроамериканцев Достигла Небывалых Высот Поэтому И мир Экстра Экстраординарная Ситуация Требует Экстраординарных Решений И вот Герой Некоторых Наших Соотечественников Джордж Сорос И его Открытое Общество Значит Проанонсировало Что они Выделяют 220 миллионов Долларов Денег В организации Которые Выступают За расовую Справедливость Поэтому Я не удивлен Тому Что Скажем Вожди Каких-то Племен Которых Купили За бус И написали Письмо С тем Чтобы Изменить Название Команды Ред Скин Потому что Опросы Общественного Мнения Коренных Жителей Америки Индейцев Говорили о том Что более 80% Вообще Как бы Их это не касается Не трогает И никоим Образом Не волнует Но А лидеры Организаций Всевозможных Финансируем Вот этим Вот этим Человеком И его Организациями Они покупаются С потрохами То же самое Происходит К сожалению И с лидерами Еврейских Организаций Потому что Black Lives Matter Организация Не скрывающего Своих Антисемитских Взглядов И тем не менее Лидеры Еврейских Организаций Выступили В поддержку Так сказать И так далее Продажные Продажные А Иван Огромное спасибо И до встречи Спасибо вам До встречи Спасибо Субтитры Субтитры Субтитры